здравствуйте дорогие друзья и мы готовим с вами на термомиксе сегодня мы приготовим с вами йогуртовый тортик если у кого-то нет термомикса вы можете использовать мои рецепты пользуясь обычными миксерами просто времени у вас идет немножко дольше поехали для начала мы возьмем яйца и разделим белки от желтков поскольку у меня две колбы я сразу буду белки и желтки разбивать в две колбы но для начала я хотел бы вам показать как правильно одевать венчик вот у нас ножи значит на если вы перевернете вот так на одном из них будет значок форварка это центральный от него вот от него нужно правильно посадить венчик как его определить посмотрите все ножи они вот согнуты вниз только один поднятый вверх а на тот на котором значок у него получается он противоположный поэтому если в машине стоят ножи вы быстро определите как правильно одеть так вот венчик одевается вот так чтобы к центральному было как без 10 12 вот от него если вы оденете вот так венчик у вас бенки намного хуже собьются то есть венчик одеваем вот правильно наши желтки мы взбиваем 3 минуты на четвертой скорости наши желточки сбились я добавляю 100 грамм сахара и ставлю сбивать еще на две минуты наш термомикс нас позвал справился со своей задачей теперь мы добавляем 50 грамм кукурузного крахмала немножко ванильный сахар 5 грамм пекарского порошка 350 грамм натурального йогурта бенки все это мы сбиваем 30 секунд на четвертой скорости наш турмомикс нас позвал вот сейчас я достану наш венчик колбу меня две венчик один поэтому достану наш венчик пойду его помою хорошо про просушу полотенечко наш турмомикс я ставлю чашу с белками опускаю туда венчик смотрю как правильно добавляю туда совсем немножечко соли чуть меньше чем пол чайной ложечки и ставлю взбиваться 3 минутки на четвертой скорости пока наши белки взбиваются содержимое первой колбы я выливаю нашу такой шусель салатник наши бенки сбились сейчас я вам покажу вот так это выглядит видите прям хорошие такие белочки теперь мы это аккуратно соединяем с нашими желтками и и и аккуратно аккуратно перемешиваем теперь я всю нашу массу выливаем форму лучше взять поменьше конечно форму он тогда будет повыше у меня форма на 24 меньше нету доме семья большая маленькими порциями не делаем теперь это все я ставлю духовку у нас в разогретую на 170 градусов 45-50 минут наш пирог спекся выглядит вот так и мы теперь еще должны его притрусить сахарной пудрой вот такая вкуснятина у нас с вами получилось сейчас мы разрежем и посмотрим что же у нас внутри вот такой ароматный вкусный тортик а я с вами не прощаюсь я говорю вам до свидания до следующего видеоролика ставьте лайки рекомендуйте нас дальше и подписывайтесь на мой канал приятного аппетита